Вся трудность создания той или иной тележки заключается в том, что у нас есть мебельное производство, у нас есть металлургия, то есть металлосварка, ограждение, перила, ограждение и так далее. Но совмещенного, то есть одна мастерская, которая совмещает и металл, и дерево, практически нет. Если только не считать, наверное, лофтовую мебель, где идет металл и дерево, но они, как правило, телегами не занимаются. И в процессе создания приходится как варить, то есть владеть искусством сварки, так и владеть искусством работы с деревом, различать породы дерева. С чем я столкнулся еще? Очень большой проблемой в России составляет, оказывается, создание колес. То есть у нас не конструируют колеса. В России издревле, издревле, были кузни, да, делали колеса металлические, но деревянные колеса делали по старинке, их не обрабатывали. То есть внутренний диаметр колеса был секторальный. И никто не обращал внимания, потому что они выполняли свою функцию, никому до красоты дела не было. Когда в Европе эти же колеса делали круглыми как внутри, так и снаружи, вот с этим я столкнулся тоже здесь у нас в России. Я знаю, как его делать, я могу научить любого сделать правильно колесо, но для этого надо очень много мелких элементов, чтобы составить одно целое. И сам процесс, значит, кто сталкивался работой с деревом, это же неповторимый, такой непередаваемый кайф, когда ты берешь масло, да, берешь дерево, немножко его отшлифуешь, покроешь морилочкой, покроешь маслом льняным. И увидишь те изменения, которые происходят. Сейчас существует очень много классного материала, красок, просто суперских, экологически чистых. Та же текурила, это что-то, Бенджамин Мур интерьерные краски, там это вообще, там 15 тысяч оттенков в одной текуриле, а в Бенджамине там, я не знаю, за 50 тысяч зашкаливали. И вот все эти оттенки, то есть даже когда я делаю тент для телеги, я не беру его готовый, красный, белый, красный, белый, а я сижу с таблицей этих оттенков и подбираю из этих оттенков полосочками то, что будет напечатано на полотне и будет потом тентом для определенной телеги. Сам процесс, это я не сплю ночами, они мне снятся ночью эти телеги, дома никто слышать уже не хочет. Я только открываю рот, а мне говорят, это опять про телеги. То есть, как бы никому уже не интересно, а я все болею ими. И когда заказчик звонит мне и говорит, а, я хочу телегу, я закажу ее, все, мне нравится, так классно, все, я хочу вот такую, такую, такую. Я ему говорю, вы переспите с этой идеей, чтобы она вам приснилась, эта телега. И если она вам приснится, значит вы действительно ее хотите. И мы сделаем такую, какую вы хотите. То есть телега будет даже, превзойдет ваши ожидания, чтобы было не один раз. То есть, всегда, когда человек заказывает телегу, просит сделать ее, там, не знаю, кремового цвета, с бирюзовым верхом, с коричневыми колесами, с промастерной столешницей. В итоге он получает телегу, и вот это вот, то, что он видит в реале, это превосходит все его ожидания. У него просто зашкаливает, он так, он уже, я не знаю, может быть и продавать этой телеги не будет. Он поставит и будет кайфовать. Просто то, что она у него есть. Вот это как дорогая машина, как Порше, да, там, или Мазерати в эксклюзиве. То же самое это телега. То, что ты уже обладаешь этой телегой, это тебя ставит на определенный уровень в обществе. Ты уже владелец заветной телеги. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok